Всем привет, дорогие друзья! Давно меня не было. Увы, времена тяжелые. Как я уже говорил, ролики могут и месяцами не выходить. В любом случае, хочу заранее сказать вам огромное спасибо, что вы со мной, что смотрите меня. Я же постараюсь по возможности радовать вас новыми видеороликами. У меня в голове крутится много тем, но я снова решил вернуться к фотографии, на этот раз в викторианскую эпоху, время развития фотоискусства. Думаю, многим известно, что в это время активно начали фотографировать умерших людей, и жанр постмортом до сих пор пользуется популярностью у коллега коллекционеров. Сегодня же мы рассмотрим самые уникальные фотокарточки в этом жанре, а именно так называемые траурные фотографии. Скажу проще, трупов сегодня мы не увидим. Я вам покажу фотографии, которые можно причислить скорее к искусству, так как они пронизаны символами траура и печали. Это действительно интересные, а главное сильные по атмосфере работы 19 и начала 20 века. Постмортом без трупов. Начнем мы с довольно любопытных траурных фотографий. Данные фотографии взяты из архива Танотаса, онлайн-архива оригинальных посмертных и мемориальных фотографий. Уникальность данных фотографий в том, что живые люди фотографируются с фотографиями и портретами умерших. То есть на данных фотографиях мы не видим трупов, и не всем может быть понятно, что здесь происходит. Однако некоторые детали могут нам подсказать, что речь идет о трауре и смерти. На этом дагеротипе, который датируется примерно 1850 годом, мрачные мужчины и женщины держат большой портрет. Композиция с картиной в центре, а также дизайн футляра убедительно свидетельствуют о том, что эта фотография была сделана в память о человеке с картины. Подробностей и предыстории этого фото нет. Однако можно проследить сходство между двумя мужчинами. Можно предположить, что это отец и сын. Адама, возможно, была дочерью человека с портрета или даже женой живого мужчины. На этом дагеротипе начала 1850-х годов изображена симпатичная женщина, держащая двойной футляр с изображениями двух мужчин. Даже несмотря на то, что дагеротипа врежден, он выглядит как произведение искусства. Здесь мы видим грустную девочку с мамой. В руке она держит карточку с дагеротипом, на котором едва можно разглядеть лицо мужчины. Скорее всего, это ее покойный отец. Это изображение, датируется 1858 годом. А здесь женщина в траурной одежде позирует с памятным портретом маленькой девочки, окруженной облаками. Групповые снимки также не исключение. Здесь семья позирует с памятным портретом маленькой девочки. Несколько членов семьи также носят памятные значки с портретами. Это фото 1899 года. Впрочем, надо заметить, что подобная мода прослеживалась и в изобразительном искусстве. Так называемые траурные портреты существовали задолго до 19 века. Однако, они не были популярными. Фотография стала скорее продолжением этой традиции. Также можно было встретить и подобные сюжеты. На этой золотой броши, изготовленной примерно в 1790 году, изображена скорбящая вдова с бюстом мужа. Это фотография из коллекции Энн Лонгмор Этерич, которая коллекционирует траурные фотографии и ведет свой блог. Фотография сделана в Монтиселло, штат Индиана. На ней изображены трое детей, стоящие перед фотокарточкой конца 1880-х и начала 1890-х годов, на которой почти наверняка были изображены их родители. Фотография прислонена к высохшей цветочной композиции в форме сломанного колеса, что безусловно символизирует траур, разрушенный семейный круг. Также рядом есть записка, но увы, расшифровать что-то написано трудно. Иногда фотографии превращались в своеобразные натюрморты, где в центре внимания была фотокарточка умершего родственника среди вещей, символизирующих смерть. Или же создавались своего рода фотоколлажи. Они были очень популярны на рубеже веков и обычно поставлялись с металлическими подставками. Цветы здесь – это лилии, символизирующие короткую жизнь. Здесь мы видим купол с рассеченными листьями внутри и памятный крест с изображением президента Линкольна датами рождения и смерти. Очень часто на таких фото, помимо изображения умершего человека, были и его волосы. Мемориальные украшения из волос – давняя традиция еще со времен средневековья. Но в викторианскую эпоху эта традиция, естественно, начала процветать. Причем украшениями из волос занимались отдельные мастера. На этом до геротипе 1849 года мы видим фото девушки. Слева – ее волосы. Наиболее отличительной чертой траурных украшений в викторианскую эпоху был черный цвет. Здесь мы как раз видим черную ткань рядом с волосами. В викторианскую эпоху люди вкладывали в черный цвет особый символизм. Своего рода лишение цвета, то есть лишение жизни. Здесь к портрету прилагается искусный узор из волос и памятное стихотворение. Первые буквы в каждой строке составляют имя Марта, предположительно имя женщины на фотографии, чьи волосы также использовались для создания узора. Мода на траур. Уже во второй половине 19 века жанр посмертной фотографии эволюционирует с удивительной скоростью. Впрочем, этому способствует множество факторов, начиная с развития и доступности оборудования, заканчивая постоянно меняющейся модой на траур. Все большее значение принимает внешние проявления траура, нежели самоумерший человек. Подобные фотографии, впрочем, можно сравнить с натюрмортами Ванитас. В них мы видим больше символов смерти и скорби. Надо также отметить и в целом моду на траур, которая пролетела по всей Европе и не только. Траур тесно пересекался и всеобщим меланхоличным настроением, связанным со смертью, войнами и болезнями. Писатели, поэты, художники все несли в массы образ мизантропа, пессимиста с суицидальными наклонностями. Более того, иногда траур регламентировался сверху. Вот, например, распоряжение о дресс-коде при дворе в связи с кончиной австрийской императрицы Элизабет в 1898 году. Высочайшим дамам в первые два месяца надлежит появляться при дворе в черных шерстяных платьях, в черном головном уборе или шляпе с черным крепом, в черных украшениях, в черных перчатках и с веером, в следующие два месяца в черном шелке, в головном уборе и в гарнитуре из белых кружев или в сером платье с черными кружевами, черным украшением или жемчугом. Вуаль сразу же бросается в глаза. Здесь изображена скорбящая женщина или вдова. Говоря о вдовах, на этом интересном снимке 1853 года дама в траурном одеянии сняла перчатку с руки, чтобы показать пропавшее обручальное кольцо. В викторианскую эпоху вдовы часто снимали свои обручальные кольца в день смерти своих мужей, часто помещая их в гробы своих супругов. Здесь изображены брат и сестра. Их траурная одежда и украшения указывают на скорбь, дегеротип 1850-х годов. А эта женщина не выглядит особенно несчастной, но она одета в траурную одежду с черными лентами на платье. Она держит открытый дегеротип, на котором при увеличении можно разглядеть младенца в гробу. Мужчина держит лист бумаги с чем-то вроде штампа, возможно записи о рождении, смерти или крещении. Искусный траур Иногда было недостаточно просто соответствующе одеться или сделать грустное лицо. Некоторые фотографии более агрессивно, не побоюсь этого слова, демонстрируют траур. Примерно с 1860-х годов в ход идут более яркие и очевидные образы. Например, эта фотография 1870-х могла бы возглавить топ жутких фотографий постмортом, так как кажется, что перед нами мертвая девушка. Но думаю, что это не так. Это скорее всего траурный образ, обратите внимание на платок. Поэтому назовем это фото «Портрет печали». Носовой платок, как вы поняли, также был ярким примером траура. Здесь плачущие женщины делят носовой платок. На обороте написано «Я и Мэри, бедный Фрэнк Ховард. Увы». Фото датируется 1886-м годом. Сделано в США. А это снова фотография из коллекции Энн Лонгмор Этридж. И она имеет одну любопытную деталь. Фотограф этого тинтайпа, примерно 1867-го года, намеренно выбрал молодую женщину справа в роли помощницы. У нее на коленях носовой платок, чтобы показать, что хотя смерть коснулась ее, она не является родственницей, вынужденной носить траур. Она держит за руку женщину слева и пристально смотрит на нее, как бы предлагая свою силу. Скорбящая с решимостью смотрит в будущее. Им очень трудно из-за потери, но полны они решимости пережить ее. Прогулка на кладбище Еще один способ показать траур – это сфотографироваться на кладбище. В архивах мемориальных фотографий викторианской эпохи очень много снимков со скорбящими людьми у могил своих любимых родственников. Эта вдова стоит напротив могилы своего мужа, который умер в 1885 году. Ее зовут Элизабет Кук. А это похоже на открытку 1885 года, на которой изображена милая скорбящая дама в траурном костюме у могилы. На этой эдвардианской открытке из коллекции Энн Лонгбор Этридж изображена женщина во всей полноте своей красоты, сидящая на могиле в виде саркофага, который, возможно, относится к гораздо более раннему периоду викторианской эпохи. Хотя женщина не одета в традиционный траурный костюм, на ней узнаваемая вдовья шляпка, необходимая опора для сентиментального стихотворения под изображением. Переводить я его не стал. Если кто сможет перевести это литературно, пишите в комментариях. Призраки родственников Ну и напоследок я напомню об еще одном довольно пугающем явлении, о котором уже неоднократно говорил в предыдущих роликах. Это так называемые спиритические фотографии. В 1856 году сэр Дэвид Брюстер, важная фигура в эволюции фотографии, описал в своей книге «Стереоскоп. Его история, теория и конструкция», метод, с помощью которого на фотографиях можно было создавать забавные дополнения в виде духов. В то время как Брюстер явно продвигал этот метод как уловку, другие интересующиеся религии спиритуализма видели в образах призраков доказательства жизни после смерти. Это фотография 1871 года, на которой женщина позирует с духом умершей родственницы, вероятно, дочери, снята Уильямом Маммлером. Это имя должно вас напрячь, ибо именно он сделал состояние на подобных фотографиях, за что поплатился, ибо был довольно быстро разоблачен. Еще одним печально известным фотографом духов был француз Эдуард Иосиф Бюге. Бюге прославился в начале 1870-х годов, но его успех был недолгим. Фрэнк Подмор написал в своей книге 1902 года «Медиумы XIX века» о том, что в июне 1875 года Бюге был арестован и обвинен французским правительством в мошенническом изготовлении спиритических фотографий. Когда Бюге пристал перед судом, он признался, что все его фотографии духов были сделаны с помощью двойной экспозиции. На этой карточке примерно 1895 года нет ни имени фотографа, ни студии, но на обороте от руки написано «Оливия Шепард». В литературе того периода есть упоминание о женщине, которая увлекалась спиритизмом по имени Оливия Шепард. И, вероятно, это она и есть. Среди окружающих ее духов – араб, американский индейец и еще два мужчины. Ну а с вами был канал «Дом среди лавров». Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Спасибо, что ставите лайки. Пишите комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Всю музыку к своим видеороликам пишу я сам. Некоторые треки вы можете найти на моей Bandcamp страничке. Все ссылки будут в описании под видео. Я вам желаю всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!